Сейчас у нас доклад Марата Николаевича Чистанова из города Абакана. Да, коллеги, это будет последний доклад в дообеденной части. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Доклад будет несколько специфический. Он напрямую не относится к аналитической философии, хотя языковая прагматика здесь присутствует. Звучит название так. Сравнительная прагматика естественного и искусственного языка в контексте проблемы сохранения языков коренных народов. Исследование проводится в рамках гранта РНФ по сохранению хакасского языка. Мы с Антоном Павловичем здесь представляем эту исследовательскую группу. Поэтому, с вашего позволения, вопрос о желательности и даже необходимости защиты языков этнических меньшинств в любом политическом сообществе, и российское здесь не исключение, это скорее риторическая фигура речи, нежели реальная постановка вопроса. Ну, вряд ли найдется человек, который рискнет публично это оспаривать, даже если он так не думает. Существует множество федеральных и региональных программ, призванных сохранить и преумножить число людей, владеющих и пользующихся в повседневной жизни миноритарными языками. Тем не менее, тенденции остаются неутешительными. Миноритарные языки все чаще остаются средством бытового и внутрисемейного общения, покидают публичную сферу, перестают быть языками дел производства, бизнеса, образования и даже хозяйственной деятельности. В этих условиях, с точки зрения национальной интеллигенции, поскольку именно она берет на себя миссию носителя этнической идентичности, любые попытки чиновников ущемить языковые права этнических меньшинств различными способами, то есть в любых действительных или мнимых ситуациях, они сразу вызывают отторжение. Помним сравнительно недавний случай, когда в 2019 году в Ижевске местный этноактивист Альберт Разин совершил акт самосожжения у местного парламента. Довольно нашумевший случай. Представляется, что это, конечно, крайняя позиция, и она все-таки далека от реального понимания положения дела, потому что иначе мы оказываемся в власти какой-то конспирологической теории. Попробую изложить собственную концепцию. Еще столетия назад, естественно, языки были неразрывно связаны с уникальными системами приспособления людей к окружающей среде и отражали специфический хозяйственный уклад народа, который является их носителем. Процессы глобализации и индустриализации, унификация этнических и региональных культур сделали традиционную прагматику языка неактуальной. Будучи первоначально лишь одним из множества маркеров этнической принадлежности, таких как специфический хозяйственный уклад, национальная одежда, кухня, архитектура, музыка, генетическое и физиологическое единообразие, ну и множество других, к началу XXI века язык становится главным, если не единственным носителем этнической сущности. По нашему мнению, этому способствовали две серьезные причины. Во-первых, этнический примордиализм XIX века, он опирался на методологию расовой школы и идеологию крови и почвы. Поэтому во второй половине XX века он по вполне иполнительным причинам перестал пользоваться популярностью. В этой ситуации язык как культурное достояние в духе неокомпультианства, а не как рожденная сущность, оказывается относительно безопасной альтернативой. Довольно удобным оказалось в этом смысле понятие языковой картины мира, которое предложено Лео Вайсгербером в 30-е годы. И это дало лингвистическому эссенциализму новый импульс к развитию, который как раз относительно свободный от подозрительного родства. Второе обстоятельство, оно более социологично. Заявляя о языке как носителе духа народа, Гумбольд лишь отчасти следует легкому романтическому мистицизму, который характерен для немецкой философии XIX века, а скорее отрабатывает социальный заказ. То есть Германия до 1871 года, это общность не политическая, не религиозная, а всего лишь языковая. Поэтому языку следовало придать максимально весомый статус. Строго говоря, общего языка тоже не было. Современный немецкий язык в значительной степени результат целенаправленного конструирования. Кстати, очень показательно, что в отличие от современных немцев, на австрийцев в соблазн присоединения к немецкому миру он вообще никакого воздействия не оказал. То есть это никак не подействовало или даже подействовало с обратным результатом. В 1867 году Австрия вступает в унию с Венгрией, а если вы помните, венгерский язык он даже к индоевропейской группе не относится. Вместе с тем, соотнесение этичности с языком оказалось крайне важным политическим инструментом в деле формирования национальных государств в Европе 19 века, а в период крушения колониальной системы уже и по всему миру. То есть национальное государство это до сих пор основной субъект международной политики, а право коренных народов на самоопределение одно из важнейших положений международного права. Поэтому языковой эссенциализм пережил все остальные формы социальных эссенциализмов и получил современное звучание в форме гипотезы Сипиро-Орфа о лингвистическом релитивизме. То есть под лингвистической относительностью принято понимать представление о том, что язык оказывает существенное влияние на ментальные процессы и восприятие, следствием чего является частичная или полная несоизморимость моделей мышления и картин мира различных языковых сообществ. Нужно заметить, что слабая версия языкового релитивизма в форме утверждения о взаимном влиянии языка, мышления и культуры, но каких-то особых возвращений это и не вызывает. Что касается сильной формы гипотезы, которая коррелирует как раз с теориями Гумбольта и Вайсгербера, то ее применение, по нашему мнению, ставит языки больших и малых народов заведомо неравной положительной. Очевидно, что в эпоху формирования национальных государств поддержка языков и титульных народов это необходимый элемент государственной политики. Формирование языковых стандартов для законотворчества, делопроизводства, науки, литературы, средств массовой информации крайне важны до консолидации различных социальных сил, поскольку это делает ранее дифференцированное сообщество какой-то единой культурной и политической средой. В этом плане сильная версия лингвистического релитивизма играет на руку государственной власти, позволяет провести рубеж между мы и они прямо по государственным границам. То есть фактически государственный язык это такой же атрибут суверенитета, как собственная валюта, армия, судебная система и так далее. Ситуация резко меняется, когда речь заходит о миноритарных языках. Очевидно, что в либеральном обществе, только в таком обществе и вообще имеет смысл рассматривать данную проблему, потому что понятно, что в тоталитарных обществах эта проблема вообще может не рассматриваться, если вы как таковая. То есть в либеральном обществе соображение равенства и симметрии диктует необходимость, ну или по крайней мере желательность, установление таких же принципов, регулирующих использование языков для региональных сообществ и этнических меньшинств. Но другое дело, что в полной мере ни одно из ныне существующих государств на это последовательно пойти не решится, потому что это неизбежно ведет к сепаратизму. Опыт, допустим, той же Великобритании или, допустим, Испании, вот последний момент, он нам, в принципе, об этом совершенно однозначно говорит. Поэтому вместо реальных автономий внутри полиэтнических государств возникает кваси-государственное образование, которое формально имитирует, скажем так, следование каким-то тем принципам, которые декларируются международными организациями. Ну, собственно, это как раз ожидаемый результат, потому что государство всегда стремится к некоторой унификации, и языковой либерализм, если возможен, то только в период кризиса центрального управления и парада суверенитета. Ничего удивительного, что действия по поддержке языков и этнических меньшинств со стороны государства обычно наносят поверхностный декоративный характер. Скорее направлены на получение широкого общественного резонанса, нежели на достижение конкретного результата. Зачастую привлеченные специалисты, то есть чиновники от образования и культуры, они и вовсе не представляют, с какими процессами им приходится иметь дело. Поэтому пытаются решить проблему привычным путем. То есть через организацию каких-то культурно-массовых мероприятий, через какие-то формы досуга и так далее. Ну, в принципе, чиновников можно понять, но коль скоро языковой релятивизм фактически вырастает из романтического духа народа, то они действуют единственным способом, который в данной сфере вообще применим. То есть они устраивают ритуальное поклонение. Отсюда же тенденция к сакрализации данной сферы со стороны этнической интеллигенции. Потому что в данной парагигме язык рассматривается как некоторая скрытая сущность, какая-то вещь в себе. И коль скоро язык является носителем души народа, то любой противник языка по умолчанию является врагом народа. В зависимости от степени радикализма таких активистов, к данной группе могут быть отнесены настоящие злодеи, то есть те, кто закрывает национальные школы, упраздняет преподавание на миноритарных языках. Ну и злодеи, так скажем, условные. То есть те, кто пытается как-то модернизировать язык, приспособить его к современным условиям. То есть, можно фотографировать? То есть, не мог вам не показать это. У нас проводился конкурс на знания хакасского языка, скажем так, людьми других этнических групп. И, короче, один из организаторов конкурса решил, что дипломы, которые выручаются участникам, они должны быть, ну скажем так, ну такими кондовыми, то есть они должны быть настоящими. И предложил вот это, то есть это перед вами эскиз, то есть выполнен он на древней тюркской иронике. Причем, вот если там, вот видите, еще у нас какие-то есть пояснения на русском языке, на самом деле, в окончательном варианте вообще ни одного слова на других языках просто нет. Учитывая, что средневековая, как бы, тюркская ироника использовалась только в средневековье, то есть потом ее сменила сначала старомонгольское письмо, а потом русская графика, то, ну, как вы понимаете, ну, хорошо, вот вы получили вот этот диплом, а это вообще что? Да, то есть получается, что вот как раз вот в этом плане, как раз вот это вот, как раз вот, это вот, в моем понимании, доведенное до циологического разрешения, вот это вот как раз вот лингвистический эссенциализм, так сказать. То есть здесь нам язык важен, как бы, сам по себе. Я обещал никому не рассказывать. Честно говоря, я на коленях умолил, чтобы мне просто эту фотографию дали, поэтому, пожалуйста, смотрите ее. Потому что мне сказали, ты поручишь вообще всю систему, не надо так делать. Но я когда это увидел, я просто, я вцепился, сказал, отдайте, я хочу это показать, потому что это нельзя, как бы, чтобы об этом люди не знали, потому что это реально круто просто. Да, это просто шедевр. С вашего позволения, я... Ну, то есть, получается, в каком-то смысле языковые консерваторы, они стремясь спасти чистоту и неприкосновенность родного языка, фактически просто мумифицируют то, что от него осталось. То есть возникает парадоксальная ситуация. Но, с одной стороны, мы признаем важную и даже сакральную функцию любых языков, в том числе языков этнических меньшинств. С другой стороны, мы фактически вытесняем данные языки из всех сфер, кроме бытовой. И если в деревнях, где бытовая сфера тесно связана хозяйственной деятельностью и под одной крышей продолжают жить несколько поколений родственников, то есть там язык все еще продолжает существовать, то в городской среде, когда мы все живем одинаково, допустим, а в квартире живет нуклеарная семья, то есть малоязыки просто стремительно умирают. Потому что они, оказывается, не нужны. Они не востребуют. Причем, еще один парадокс, то что данная ситуация вовсе не связана с утратой части народа каких-то морально-нравственных качеств, как любят показывать вот эти красоты, эти пресловутые активисты. Мало того, потеря части этнической группы родного языка в современных условиях, как показывают, скажем, наши исследования, она, в общем-то, даже не приводит к потере этнической идентификации и самоидентификации. Люди же продолжают себя считать хакасами, но просто они не говорят на родном языке. Ну, понятно, что сам по себе данный факт является очень, на самом деле, прискорбным, и поэтому он ждет в каких-то ответных действиях. То есть, но на наш взгляд, дальше цепляться за лингвистический релятивизм уже, скажем так, неконструктивно. Еще раз говорю, что это хорошо работает для больших языков, для больших народов, для малых народов это просто смерть. То есть, ну, очевидно, что позитивные изменения в ситуации сфункционирования религиональных языков возможны, ну, либо за счет ревитализации старых, либо при условии формирования каких-то новых языковых сообществ, в которых такой язык сможет реально функционировать ну, каким-то образом, скажем так. То есть, он не будет предметом культа. Ну, полноценное восстановление традиционной культуры и традиционных форм хозяйства в современных условиях, ну, оно, ну, это скорее такой постапокалиптический вариант, скажем так. В то же время формирование новых языковых сообществ, ну, дело вполне реальное, конечно, но в этом случае необходимо четко представлять вообще, что мы хотим. На самом деле, вот здесь есть идеальный пример, это еврей. Вот классика жанра. сначала, то есть, фактически умирающий язык сохранился только в сфере религиозной. Но когда было создано собственное государство, он на самом деле возродился. Ну, и вот сейчас это вполне себе самостоятельный и условно процветающий, в принципе, функционирующий язык. Но вы же понимаете, что пример Израиля это уникальный случай, на самом деле, скажем так, и этнические меньшинства, ну, вряд ли, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе могут надеяться на повторение такой ситуации. То есть, в чем же тогда как бы может существовать прагматический смысл использования языков, министральных языков в современных условиях? Вот, как ни странно, здесь на помощь приходит аналогия с искусственными языками. Ну, причем не со всеми искусственными языками, понятно, то есть, речь не идет о языках программирования, а языками, которые имитируют естественное, то есть, артланги. То есть, мы должны задать, а в чем основная функция таких языков? Зачем? То есть, ведь они, собственно, ни с каким реальным сообществом не коррелируют, но они существуют. То есть, в чем же тогда функция? Вот, на наш взгляд, основная функция таких языков, она, конечно, перформативная. То есть, смысл этих языков в использовании этих языков, то есть, говоря на клингонском, допустим, я, в общем-то, не стремлюсь к коммуникации как таковой, я просто манифестирую себя, что я говорю на клингонском, потому что я умею говорить на клингонском, условно говоря. И для меня это уже некоторая самоценность, на самом деле. То есть, использование такого языка уже сам по себе есть факт самопозиционирования и самоидентификации. То есть, причем это факт, который рассчитан на восприятие окружающих людей. почему, собственно, реформативная функция, она же всегда как бы внешняя, как таковая. То есть, здесь как раз может быть использована вся методология того же Джона Остина, допустим. кстати, да, вот Аня, почему я, собственно, на вас вчера набросился. То есть, вот когда мы здесь моделируем, допустим, ситуацию, когда люди говорят на хакасском языке, допустим, или на клингонском, или на любом другом, скажем так, миноритарном языке. В принципе, клингонский язык можно же рассматривать миноритарный язык? То есть, мы в данном случае рассматриваем что? Почему клингонские существуют? Ну, чисто теоретически, да, можно себе представить ситуацию, что живут, на самом деле, клингоны, и если бы они реально жили, то они бы говорили так, и коммуникация выстраивалась таким, то есть, мы можем это рассмотреть именно как через понятие вероятного мира. Да? Ой, я прошу прощения. Ну, то есть, я тогда быстро сворачиваюсь, в этом плане получается, что миноритарные языки это некоторый способ заявить о себе окружающим, при этом для них семантика и синтактика это понятия вообще вторичные на самом деле, и поэтому, кстати, они могут изменяться по согласованию сторон, то есть, если мы в принципе соглашаемся с тем, что здесь для нас главным является прагматичный аспект, то есть, перформативность, то тогда мы можем изменять его, если все согласны, давайте мы его изменим, если есть какие-то возражения, давайте мы его выслушаем и делаем что-то такое, то есть, на мой взгляд, что эта методология, она просто более, скажем так, она больше отражает реалии, скажем, современного мира, нежели наши попытки выстроить что-то, какого-то идола или какого-то предмета культа. Ну, собственно, у меня все. Спасибо, Марат. Коллеги, пожалуйста, вопросы, комментарии. Иван. Спасибо, очень интересно, и я вообще гипотезу Сипериорф вовсе не поддерживаю, ни разу, даже слабые версии. А кроме того, вот про Израиль вы сказали правильно, там же ведь ортодоксы религиозные, они дома в быту разговаривают на польско-немецком идише, потому что они считают, что нельзя использовать священный язык для домашней повседневной коммуникации. То есть, у них возникает настоящий билингвизм, то есть, есть ситуации, в которых человек говорит на одном языке и другие, в которых обязательно на другом. А существуют ли, вы изучаете миноритарные группы, где-нибудь, какие-нибудь такие же основания для билингвизма? То есть, чтобы люди действительно в практике жизни использовали два языка, допустим, русский и вот язык своей группы. Или всегда можно без этого обойтись? В практическом плане, ну, конечно, можно обойтись. То есть, собственно, почему это так и происходит, например, в городе? Ну, потому что все то, с чем ты сталкиваешься, сталкиваешься, допустим, в своей поседневной жизни, оно, скажем так, в русском языке оно отражается лучше. В деревне, ну, поскольку там ведь, в деревне, там идет, как бы, поскольку уклад традиционный, более-менее, скажем так, то есть, тут, скажем так, хозяйственная деятельность, ну, ты вот всегда так говоришь, там же очень много зависит еще от того, в какой деревне. Вот интересный момент, что, допустим, вот у нас в Хакасии, допустим, вот если деревня хакасская, условно говоря, то, ну, по крайней мере, между собой на хакасском говорят все. То есть, русские, немцы, там, допустим, чуваши, допустим, если деревня, допустим, русская, как правило, скажем так, то есть, языки, они либо существуют только-только дома, скажем так, либо они просто исчезают. Кстати, у нас есть практика в том же Доможакова, там, допустим, на чувашском между собой говорят. понятно, что Хакасия для чувашей вообще не является, скажем так. То есть, они просто во время войны начали ссылать там, всегда вот так. Вы не могли бы сравнить ситуацию в Монголии и в Хакасии? И вот в Монголии переходит на старом монгольский письменность, хотя как-то тоже не очень последовательно. А для Хакасии ведь тоже, может быть, это была полупция? На самом деле, нет, ну, во-первых, тюркский, монгольский языки это все-таки разные, это языковые группы, да, и во-вторых, нет, тут, видите, тут есть еще такой деталь, дело в том, что, скажем так, вот соотнесение, допустим, тюркский мир, допустим, монгольский мир, это все-таки разные миры, то есть для них как раз вот различия, ну, на крайне, фронтируем, чем же он характерен, тем, что здесь как раз между потенциально близкими группами, скажем так, в первую очередь, они обращают внимание на различия, а не на сходство, да, поэтому здесь как раз нет, но и потом, когда я говорил о том, что вот та же самая Руников была последствия, поменялась на, поменялась на старомонгольскую графику, там ведь фокус в том, что это же произошло вследствие монгольского заявления, поэтому когда джунгары, допустим, ушли, то есть там, это, кстати, очень интересный момент, я вот выступал на конференции по буддизму, в Хакасе нет буддизма, на самом деле, но есть некоторые буддистские артефакты, как раз вот, большинство из них, оно связано как раз с периодом джунгарского завоевания, вот, там очень четко видно, то есть на тех же наскальных надписях, что вот поверх надписи на монгольском языке их просто уничтожали, физическую, то есть там, то есть вряд ли такое возможно, на самом деле, когда Хакасскую письменность создавали, она, конечно, была на основе латиницы, ну, это, в принципе, как бы, и как бы считается, что латиница, латиница, она более адекватна, скажем, для тюркских языков, нежели кириллица, вот, но я, насколько я понимаю, сейчас не тот период, не исторический период, когда вообще можно об этом, как бы, такими вещами озадачиваться. Периоды меняются, а просто на кириллицу перешли буквально в последний момент, когда там сталинская политика и поэтому ее не готовили долго, как для всех этих языков, для которых была разработана в течение десятилетия, разрабатывали латиницу, и потом вдруг раз и на кириллицу, ну, конечно, это качество совершенно разное, этих кириллицах. Спасибо большое, очень интересно. Коллеги, есть еще вопросы? Давайте последний вопрос. Скажите, о пресловутой этой душе народа, вот, все-таки есть какие-то вещи, которые, ну, неадекватно передаются на русском языке, теряются в русском языке? Скажем, мифология, она адекватно переводится или все-таки остается что-то? В этом плане я почему-то сказал, что все-таки в такой, скажем так, в слабой форме, наверное, гипотеза Север-Перву все-таки имеет право на существование. Но все-таки речь идет скорее не о логической структуре. То есть понятно, что логическая структура все-таки тоже скорее сторонник универсализма некоторого. То есть здесь скорее идет речь о некоторой психоэмоциональной сфере. Ну, очевидно, то есть что-то там. Ну, вы же помните, что вообще сама вот этнологическая проблематика, она в конце 19 века напрямую произросла из психологии. По большому счету, то есть речь идет именно о даже психофизиологии, скорее, скажем, нежели, то есть, ну, это не все-таки не ну, то есть именно психоэмоциональная сфера, скорее, вот так. здесь здесь не логика как таковая, но очевидно, что логика у всех одна. Психология такая вещь, что она может привязываться к разным языкам, то есть вот у вас может быть одна и та же психология, но привязанная к разным означающим, к разным словам. вот психология, ну, то есть может так быть, что психология, там, не знаю, хакасского народа, да, она привязывается адекватно к русскому языку, а может оказаться, что она не привязывается адекватно. Видите, это очень сложный момент. Дело в том, что хакасы, за очень небольшим исключением, они билингуют. И причем для большинства современных городских хакасов, допустим, первый язык русский, они с русского переводят на хакасский. Поэтому здесь сложнее. Что значит адекватно или неадекватно? То, что строй языков разный, это да, но это немножко другое. То есть такие вещи, как мифология, скажем, хакасская, для них просто не релевантны. Нет, это не мифология. Нет, переводится, конечно. Вот эмоциональный план. Да, именно в эмоциональном плане. Там есть исследования. Даже вот пресловутый, как это называется, когда в хакасском языке, например, нет отдельного слова. Для различения синего и зеленого цветов. Они обозначаются одним словом. Вот и синий, и зеленый. Иногда добавляют, что тигер-кёк – это небесный, это синий. То есть, но означает ли это, что хакасы не видят? То есть, понимаете, на основании этого, это означает, что они не видят разницы. Нет, ну, конечно, видят. Это, знаете, из разряда того же, как, помните, вот эта знаменитая хохма, которая ходит всегда, о том, что у эскимосов 100 наименований для снега. Ну, нет у них 100 наименований для снега. Ну, кто-то вот запустил вот это все, и вот они начинают друг у друга… Ну, по крайней мере, критики ЭКВ всегда пишут, что это на самом деле… Там самое что-то, говорит, с каждым переводом количество вот этих названий все время увеличивается. То есть, если первоначально говорили там о, допустим, там, по-моему, 40 с чем-то, то потом все это выросло до 100, допустим. Ну, следующее, второе издание дополненное, третье дополненное. Да, ну, нет, ну, вот, собственно, вот одна из главных, вот, как бы, вот, как бы, как раз поводов для критики гипотезы, как раз, и было то, что, ребята, ну, вы сами себе противоречите, ну, что за фигня такая, как бы, то есть, то есть, вы говорите не о, как бы, индийских языках, а вот, как раз, вот, некоторых искусственных конструктах, которые вы сами себе построили, приписали их эскимосам, а потом об этом еще и рассуждаете. Ну, в этом плане, как раз, ну, вы же понимаете, что, на самом деле, граница между естественным и искусственным языком, она очень условна, да. Потому что, ну, вот, тут же, ну, вот, мы уже говорили об аварите, допустим, но тут же немецкий, допустим, как бы, он же тоже, как бы, в каком-то смысле искусственно сконструирован, допустим, да. Вот, то есть, потому что, скажем так, диалекты, допустим, как бы, северных и южных, они, 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 они зачастую друг друга не понимают просто, да. Вот, поэтому, ну, да, вот, то есть, просто что, так получилось, что, по большому счету, как бы, вот, перед тем, как сюда поехать, я, как бы, послал статью по этой же тематике в один из научных журналов там. И мне тамошняя тетенька, вот, потом выяснилось, что она главный редактор, я что-то, как бы, по наивности на нее наехал, типа, сказал, что что это, она, 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 она говорит, что вы вообще, как бы, используете, вы используете наши, вот, как бы, филологические слова, совершенно не понимая, что они означают. Ну, это же, на самом деле, то же самое, по большому счету. То есть, оказывается, есть настоящее, как бы, вот, как бы, подлинное значение, скажем так, да, вот, то есть, вот, мы, филологи, понимаем, как бы, вот, что это означает, а вы не понимаете, потому что, ну, потому что вы козлы, видимо, не знаю почему. Вот, 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 ну, это уже, это же, это же, это же, это же самое оперы абсолютно. Так, так. Чем больше людей может общаться на этом языке, тем круче язык и у него больше перспектив. А миноритарии печально уходят. А если цель сменить, если задача ограничить понимание узким кругом лиц или вообще сделать непонятным? Это же прекрасный образец идеала, который у нас тут на экране. Возьмем паровскую феню. Искусственно созданный естественный язык криминалов. И задача быть непонятными менталитетом. Если менталитет подъезжает или подслушивает, нарушка-прослушка дает какой-то вот такой вариант. А это что? Механик приехал, ну и что, сейчас машины будут чинить. А это ж киллер высокой квалификации, очень дорогостоящий. Менталитет – это соглашенность ментов. И возьмем пример не из воровской сферы, это как бы ее нету, ее уже побороли. Но в Соединенные Штаты война с Японией нужно очень быстро передавать приказы. И чтобы шифровать, дешифровать, ты, когда расшифруешь, уже все прошло. Либо открыто говорить, ну тогда японцы будут все знать. И так было и постоянно засада, американцы большие потери несут. Они взяли индейцев, на одном конце индейца этого племени, на другом конце. Они просто открыто на своем языке говорят, японцы видят вот это, что на языке. И у японцев большие случились проблемы. То есть, когда есть, ну хотя бы два языка, уже яйца, два яйца, ни в одной корзине. И с точки зрения мудрости надо держать яйца рассредоточенно в разных корзинах. Информацию надо держать в разных языках. И тогда очень хорошая защита информации. Вот с этой точки зрения вы рассматривали? Владимир Владимирович, я, собственно, про это и говорю. То есть, на самом деле, речь идет о том, что мы просто, как бы, по большому счету, язык делает прагматика. Зачем мы это делаем? И если мы, условно говоря, привыкли по одной схеме все языки оценивать, то еще и говорю, что это работает на руку большим языкам, но вред малым. И мы просто должны, скажем так, стратегии по отношению к разным языкам разные устраивать. И для этого как раз мы должны понять, вот что, как бы, я почему говорю, что обращаюсь к искусственным языкам, что, что, я же, на самом деле, и с людьми, которые, как бы, столкнистами тоже говорил на эту тему. Говорит, а вот зачем вы это учите? Вот что вам это дает? Ну и да, это, по большому счету, это именно перформанс. То есть, условно говоря, что смотри, как я могу. Вот почему, Анна, почему мы говорим о невозможном мире, допустим, причем мы говорим о невозможном мире, как о возможном мире, допустим, да? Как раз потому, что нас-то интересует, что, а можно еще вот так? Ну, весь вопрос в том, а почему нас интересует это? Почему, почему, а для нас это важно? То есть, почему для нас это значимо? То есть, потому что, вот, в моем понимании, вот, как бы, вот, аналитическая философия, она ведь, как бы, она, у нее очень хорошо отработана, как бы, как бы, сфемантическая и синтаксистическая составляющая. Но прагматики-то почти нет, на самом деле. Я вот, когда вот искал, то есть, я смотрел Холмского, я смотрел Пинкера, но там, кроме психологии, то ведь, по большому счету, ничего нет. То есть, там, это не философия, как таковая. То есть, вот это, мне кажется, тоже надо как-то, все-таки, как бы, прорабатывать. Вот эти моменты, скажем так, чтобы понять, как бы, ну, некоторые внутренние мотивы, скажем так, внутренние мотивы не психологического плана, потому что, все-таки, психология есть психология, там, там, немножко другое. Спасибо, Марат. Спасибо, коллеги. У нас был интеллектуальный пир, ну, такой, как бы, это был большой комплексный обед. Очень вкусный, питательный, полезный. Вот, после обеда продолжение. В три часа здесь жил. Спасибо, коллеги. Спасибо. Продолжение следует...